Друзья, давайте сегодня посмотрим выражение «уа», которое у нас появляется с помощью буквы «о» и «и» – сочетания. И посмотрите, как в транскрипции мы его пишем. «W» и «А». «Уа». Посмотрите, пожалуйста, на произношение на губы. «Уа», «Уа», «Уа». То есть губы сводятся, вот эти уголки «уа», «уа», «уа» в серединку. Здесь нет никакого напряжения, здесь никакого напряжения нет. И потом широко открывается рот «уа». На лице нет никакого напряжения, не пытайтесь прям какими-то усилиями, когда у вас появляются прям какие-то небольшие морщинки, когда вы это делаете, такого ничего нет. Всё через свободу такую. «Уа», «уа», «уа». Я вам сейчас прочитаю текст, потом его переведу, и потом прочитаю ещё раз, и буду читать по маленьким строчкам, когда вы сможете за мной повторять. Давайте сначала просто так прочту. Начнём. Смысл здесь практически нет, я просто взяла слова «уа» и попыталась придумать какой-то смысл, Но, в общем, что получилось, то получилось. Я считаю, что вот эта птица на ветке тебя видит. Ты должен её увидеть тоже. Le, потому что птица на французском мужского рода. У неё тут, или, потому что птица мужского рода, красивый голос. Странно, да, увидеть и голос, но логика тут немножко была в отпуске. Nous sommes trois, нас троя. Tu dois partir, а ты должен уйти. Почему? Скажи до свидания этой птице Франсуа. Так холодно. Она тоже, он тоже здесь собирается уйти в лес. Вот такой вот у нас текст. Давайте ещё раз прочту. И теперь вы уже немножко и со смыслом это всё себе сочетаете. Moi, je crois que le oiseau sur la branche te voit. То, ты должен уйти. То, ты должен уйти. Продолжение следует... Продолжение следует... Резкие движения вот такие вот с лицом, если какое-то напряжение, значит, вам от него нужно избавиться, и когда вы это сделаете, и вы увидите, что на французском произношении это позитивно отразилось. И на сегодня это всё.